Здравствуйте! Это проект телеканала «Культурный максимум» Я, Алексей Кудинов Сегодня поговорим о современной академической музыке В филармонии стартовал фестиваль «Мартовский кот» Побываем в Новосибирском музыкальном театре Там вовсю идут репетиции мюзикла «Великий Гэсби» Но сначала встретимся с необычным для нашей программы героем В Новосибирск приехал Стас Пьеха И мы поговорили с ним не о сплетнях, не о личной жизни И не о бабушке, а о творчестве Чёрно-белом киноте во старая ночь Потронит тебя, как всегда, до слёз Всё, что рассказал, он загляднул мне в глаза Новосибирск! Стас Пьеха на эстраде почти два десятка лет В топ российских исполнителей его вывела фабрика звёзд В четвёртом сезоне телешоу собралась интересная компания Тимати, Ирина Дубцова, Доминик Джокер Пьеха занял третье место в проекте и стал первым в сердцах многих тысяч поклонниц Но такой популярности есть и обратная сторона Вот последние заголовки федеральных СМИ Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой Стас Пьеха рассказал о борьбе с наркозависимостью Стас Пьеха поделился редким фото со своей матерью Смотрел ваше интервью, это фабрика звёзд, это детство, семья и ваша серьёзная жизненная история Но там не очень много почему-то именно о творчестве, именно о песне Во всяком случае, может быть, мне так попалось Насколько вас эта ситуация, скажем так, устраивает? Ну, просто скажем, когда я говорю про психиатрию и наркологию, это же моя профессия вторая Это не моя личная история Просто через призму истории мне проще донести какие-то вещи Это моя отдельная стезя, она к музыке никакого отношения не имеет Музыка это скорее история спонтанная, которая сама по себе нарулилась Меня отдали в детстве, в 6 лет в музыкалку, я там что-то на ложках, на треугольниках побил В 7 лет, как всех академичных музыкантов ансамбля «Дружба» Там отчима моего, который на то время был музыкальным руководителем театра «Буф» Как всех их в свое время, меня также отдали в хоровое училище имени Глинки при Питерской капелле В надежде, что, наверное, я стану дирижером Но не было Богу так угодно, и, наверное, слава Богу, потому что я себя мало вижу дирижером Я там 7 лет отучился и сбежал оттуда И потом подумал, что музыка это не мое, но раз сбежал, значит, музыка не мое У меня была простая схема в голове Более того, там девочек не было, а мне в 7 классе очень хотелось девочек побольше Перед пацанами как-то выпендриваться не очень Ну, я уже там, как бы, да, с кем-то поборолся, с кем-то подрался, как бы, ну, а прихватить-то некого, как бы, а это очень важно Вот, и я ушел, я сказал, что я гуманитарий, я придумал такой ход И меня, значит, перевели в гимназию гуманитарную, где я благополучно перестал учиться вообще То есть я просто тусовался, как бы, там, рейвы начались какие-то, там, все Вижу, сначала панк-рок, потом рейв у меня, короче, такой переход из одной субкультуры в другой был Вот, и на какое-то время музыка просто была неким сопровождением Хотя всегда, я еще помню, в детстве у матери играла крутая музыка дома Там джаз-рок какой-то, там, от Везерепорта Джо Завинова, там, как бы, какого-то такого сложного джаза, да До, там, как бы, ну, не знаю, там, Фила Коллинза, там, Питера Гебрилла, там, Майкла Джексона То есть много хорошего фирменного музла было у матери Вот, я даже никогда, ну, не любил, там, особо не интересовался эстрада и опера, как бы Ну, хотя опера была, преподавалась, эстрада была со стороны родственников, как бы Но я это отметал, как то, что, как бы, мне неинтересно, я же другой, особенно, исключительный, как бы И у меня была мечта заниматься альтернативой когда-нибудь, прям, вот, какой-то залабать такой проект Вот, с таким жестким фанковым звучанием каким-нибудь Вот, с утяжеленным, там, чтобы я, там, и гроулил, и скримил, короче, и, там, все, визжал, там Ну, вот, и мог, короче, выражать все свои эмоции, как бы, ну, на тот период, такие революционные какие-то Сибирский панк-рок у вас был, Янка? Ну, во-первых, я был абсолютным, как бы, адептом гражданской обороны У меня там все, гроб было написано на кроссовках, ну, не кроссовки такие, кеды у меня были, да Конверсы, а-ля, типа, вот, и у меня была куча футболок с Егором Летовым Там, потом я придумал слоган, у меня было написано «Егор плюс Янка равно гражданка», почему-то, короче, такие вещи, там, да Вот, и у меня было кассет 20 с Егором Летовым и с Дягилевой, короче Мы были тогда такими диванными революционерами, как бы, да, и очень хотелось тоже как-то влиять на ход истории, там, что-то вот Вот, и в нем, действительно, помимо, как бы, нецензурной лексики было много каких-то вообще явлений соединено таких разных, короче Ну, то есть он, на самом деле, какое-то удивительное, поразительное явление со всех сторон странное и гениальное, и в то же время какое-то абсолютно непонятное Худет дурачок по лесу, ищет дурачок вот перед себе Музыка меня все-таки забрала, так как появилось несколько направлений Какой-то коллектив появился, кстати, украинский коллектив, киевский, вот, которые лобали такой фанк, притяжеленный такой, короче Вот, и искали там вокалисты, ну, я тогда еще тоже был так себе, мягко говоря, вокалист, но писал какие-то тексты и очень стремился, как бы, вот, делать какое-то такое музло, вот, не похожее ни на что С ними мы пытались что-то делать, потом Пелагея, вот, маленькая Пелагея, еще там 16 лет, вот, совсем крошечная С мамой, там они меня где-то приметили, я там в какой-то кавербенде еще параллельно пел, они говорят, слушай, ты же прикольный, рок-н-ролльный такой, из себя чел, как бы, давай петь нормальное музло У нас там фольк-рок, там все, пойдем к нам, классно пошел к ним еще, и вот кавербенд был, как бы, где мы пели, вот, и, ну, кавербенд, он, кстати, единственный, кто приносил реальные какие-то деньги Ну, небольшие, маленькие, но приносил, которые я в казино потом просиживал, вот, было такое время, да Не могу сказать, что я на фабрике был каким-то классным певцом или артистом, как бы, но вот на каких-то, кто-то во мне что-то увидел, спасибо тем, кто увидел, это удивительно, я сам в себе ничего не вижу, сейчас я смотрю фабрику, думаю, блин, странно, да, но, тем не менее, без этого этапа не было бы, как бы, продолжения И вот смешной случай, я всегда его рассказываю, что мы с Дробышем начали работать, я говорю, Вить, ну, типа, а что дальше-то, я вот такую музыку буду петь, там, вот, я, ну, я же, там, синти-поп какой-то, там, что-то там, ну, у меня уже, там, а-ля депешмот, он говорит, вот, как раз, говорит, сейчас фабрика закончится, будем а-ля депешмот делать Да, здесь главное, вот, до конца фабрики, вот это все, и вот прошло, там, уже больше 18 лет никакого депешмота, короче Не, я-то, ну, там, экспериментирую что-то, но это все тяжело очень Публика принимает эксперименты? Или нет, или надо примерно одно и то же? Нет, ну, вот, сегодня в концерте будут, там, такие небольшие, да, там, какой-то инди, мы делаем такое, а-ля, что-то британское по музлу Вот, а просто сильно, допустим, сейчас переобуться, как бы, нет, не примет Немножечко в концерте красиво подать, там, да, вот, примет, примет, как бы, и я всегда говорю, что у меня программа сейчас, она как Гиснейленд, да, то есть, там, можно испытать разные абсолютно, как бы, эмоции Да, и абсолютно разные жанры, вот, в этом и прелесть Вот уже несколько выпусков культурного максимума Шляпки и обувь готовятся к премьере Ну, а сегодня давайте отправимся на репетицию спектакля До премьеры мюзикла Владимира Баскина «Великий Гэтсби» меньше месяца Хор разучивают очень непростые музыкальные номера Здесь все такие ритмы, которые, конечно, ну, кажется, когда исполняешь, то это просто, да, когда это выучено Тут тщательно занимаемся по партиям, все это вычищаем и интенсионно, и ритмически Ну, потому что материал новый, он интересный Труппа Новосибирского театра не очень большая Хор не только поет, но и танцует Так что к вокальным репетициям добавляются хореографические Плюс никто не отменял вечерние спектакли Которым после тяжелого трудового дня нужно подойти свежими Просто ребята молодцы, они перестраиваются Перестраиваются, вот если этот спектакль сейчас мы Гэтсби учим Это другой совсем характер по сравнению с Марицей, с летучей мышью, понимаете, это классика, да? Там уже совсем другой должен быть звук, другое должно быть прочтение Вот это утро, вечер репетиция, но у нас еще есть день, когда люди должны отдыхать Но многие артисты просто хотят еще дополнительно работать, репетировать Я не имею права их сейчас жалеть, им сочувствовать, я должна делать свое дело Татьяна Безменова сотрудничает с музыкальным театром давно Артисты ее любят, всегда ждут, и такое доверие очень важно Конечно, главный спектакль режиссер, но и от хореографа, художника-постановщика Успех мюзикла зависит очень сильно Когда я дошла до Фиджеральда, ну мне, наверное, было уже лет 16 И вдруг у меня появилось какое-то ощущение присутствия в его романах То есть у меня какое-то особое отношение к этому автору Особое свое личное Поэтому я ждала этого мюзикла задолго до того, как он появился Такое трепетное отношение к материалу на старте работы Не обязательно есть у всех участников процесса Но оно должно появиться Еще не готовы декорации, наряды, а артисты уже осваиваются в мире Великого Гэсби В этом помогают костюмы и предметы, подобранные из того, что используется в других спектаклях Ну это необходимая штука, потому что нужно привыкать к тем предметам, к тем вещам, которые тебя окружают Создают определенный мир, определенную атмосферу спектакля, времени Это всегда очень важно, как и костюм Сейчас мы все, мужчины, находимся на репетиции в пиджаках, брюках, туфлях Чтобы привыкать сразу к тому, чтобы хотя бы пластика была другая Так же, как и наши девушки, все ходят в юбках длинных, которые имитируют платья В театре мало места для репетиции, поэтому многие эпизоды мюзикла рождаются в фойе Режиссер Наталья Индекина очень много внимания уделяет драматической составляющей действия Действительно, очень все так мы разбираем подробно На самом деле, я по этому очень скучаю, по такому процессу И мне безумно это нравится, это вот то, о чем всегда говорят репетиции «Моя любовь» Мне кажется, что режиссеру даже нравится это пространство, поскольку оно такое атмосферное, так сказать Этот прекрасный пол, так сказать, шторы Как-то все равно это настраивает на определенный лад Премьера в конце марта и первое действие мюзикла в Чернобом варианте уже собрали на сцене Но работы еще очень много Самое лучшее, это, конечно, походить с текстом Даже если ты один, то его говорить вслух и ходить по той мизансцене, которая уже известна Оно тогда запоминается, что ага, вот здесь вот это, в этом месте ты перестроился сюда Здесь говоришь этот текст, а так самое лучшее Учить ногами, как говорится, учить ногами и вслух Когда появляется текст в голове, который знаешь, который уже не держит Есть выражение даже такое, держит текст Когда ты ходишь по сцене и вот как я сейчас со шпаргалкой Когда это не держит, сразу появляется раскрепощение Сразу уже идет настоящая работа В Новосибирской филармонии стартовал фестиваль современной музыки «Мартовский кот» Он проходит ежегодно и уже больше 10 лет у фестиваля есть своя публика Ведь каждый раз зрителям представляют премьеры сочинения ныне живущих композиторов Первые концерты этого года посвящены Леонардо да Винчи и монооперам Ленинград, Ленинград, лучше нету для песни зачина Знаю сам, что при имени в этом проходит кручина Отлетает кручина, затихает тревога В камерном зале филармонии опера «Гражданская лирика» В ролях один человек, Владимир Огнев За роялем автор, московский композитор Андрей Семенов В качестве дирижера и исполнителя он работал в Новосибирском оперном театре В спектакле «Ревизор» А в театре музыкальном сейчас идут три спектакля, к которым Семенов написал музыку «Карлсон, который живет на крыше», «Фан-фан тюльпан» и «Любовь и голуби» В этот раз композитор привез монооперу, редкий жанр, хотя уже во время интервью выяснилось, что это кантата Мы выступаем действительно в рамках проекта «Одна окна и моноопера», но то, что мы показываем, не моноопера Просто ее можно так назвать, можно под этот жанр подвести, потому что действительно один человек на сцене на протяжении 30 минут разыгрывает историю человеческой души и даже гибнет в конце Кантату «Гражданская лирика» Андрей Семенов написал в середине 90-х, но сегодня удивляется актуальность этого материала В качестве единственного героя, гражданин и поэт Александр Прокофьев, автор обласканной советской властью У Прокофьева были Ленинская и Сталинская премии, он входил в ревизионную комиссию КПСС, участвовал в Травле Бродского Прокофьев был талантливым поэтом, но сегодня мало кто вспомнит его стихи Там речь идет исключительно о партии, о комсомоле, о Ленине, о таких достаточно шаблонных, хорошо нам всем знакомым по советским временам стереотипах Очень часто коряво и криво подогнанных друг к другу с точки зрения поэтической Но пинать ушедшую эпоху было бы недостойно, некрасиво, а главное не нужно Тут история совсем другая, речь идет о человеке, наделенном поэтическим талантом, но поставившем свой талант на службу идеологии, власти и погибшем от этого Интересная история, хорошая музыка, отличные исполнители, ничего особо страшного, шокирующего и скандального У современной музыки есть флер чего-то непонятного, адресованного лишь избранным Но это не так, и фестиваль «Мартовский кот» пытается это доказать уже несколько лет Современная музыка это плод, наверное, поисков, плод, плоды, там, я не знаю, каких-то новых, может быть, форм, которые не совсем страшные И не надо бояться, а приходить слушать новую музыку Слышите, как начинает работать какой-то механизм? Это Леонардо да Винчи испытывает летающую машину Много лет он покупал на рынке голубей, наблюдал за взмахами их крыльев и пытался создать что-то подобное И вот час настал, осталось подняться на высокую башню и сделать первый шаг ввысь Эрик Витекер, Леонардо «Dreams of his flying machine» Леонардо мечтает о своей летающей машине Современная композиция, которая как некая дань творению, творчеству Леонардо И его мечте воссоздать летательный аппарат Редко в России, к сожалению, исполняется такая музыка Но вот в Новосибирске сейчас началось, я думаю, что не остановится на этом Много хороших партитур у него И в принципе он один из самых сейчас популярных в Европе Обладатель премии Гремми и в принципе очень популярный и востребованный композитор Фестиваль открыла программа, выстроенная вокруг фигуры Леонардо да Винчи Кроме сочинения Уитекера прозвучали еще несколько произведений современных авторов и композиторов эпохи Ренессанса И оказалось, что нет какого-то противоречия, антагонизма между двумя эпохами И музыку можно слушать как ту, так и другую В общем, будем рассказывать о фестивале и дальше В следующей программе послушаем концерт для струнного оркестра и термин вокса Уникального инструмента, на котором играют, делая пассы руками в электромагнитном поле у двух антенн Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok